В последние десятилетия парламентом Российской Федерации правовой механизм защиты конституционных прав и свобод граждан неоднократно перекраивался с целью гарантированного обеспечения государством. В этих же целях, во всяком случае так заявлялось общество, политическим руководством страны проводились одна за одной реформы правоохранительных и судебных институтов. Итог. Эффективность правовой защиты граждан по многим важным параметрам не только не выросла, но и заметно сократилась. Это стало очевидным, особенно в столь чувствительной сфере, как уголовная юстиция. Ныне функционер этой системы не отвечает запросам общества, общепринятым международным стандартам, ходит противоречия с отдельными положениями Конституции России. Именно в этой сфере злоупотребление и системные недостатки наносят наибольший ущерб основным правам и свободам, в том числе праву на защиту, на доступ к справедливому и в разумные сроки правосудию. Уважаемые друзья, не будет преувеличением сказать, что народ буквально стонет от правового нигилизма, от беззакония работников уголовной юстиции. Никто не может быть уверен сегодня, что не совершив преступление, он не будет арестован, а затем осужден. Никто не может быть уверен в том, что в суде он найдет защиту своих прав. Увы, но жизнь подтверждает эту горькую сентенцию. Офицеры вооруженных сил Арахчеев и Худяков выполняли боевые задачи в Чеченской Республике. В угоду политической конъюнктуре без достаточных оснований обвинены в умышленном убийстве трех жителей. За отсутствием доказательной базы дважды судом присяжных они признаются невиновными. Однако военные коллеги Верховного Суда отменяют эти решения по формальным основаниям, мотивируя тем, что военнослужащие на территории Республики не вправе использовать суды присяжных. Офицеры подверглись дискриминации. В результате, при третьем рассмотрении одним судьей, каждому по 15 лет лишения свободы строгого режима. В Республике Коми в 2005 год сгорел торговый центр «Пассаж». В результате пожара погибли люди. По обвинению в поджоге арестованы два молодых человека. Защитных осуществлял адвокат Козлитин. Верховный суд составит трех федеральных судей. Полностью оправдал обоих обсудимых и направил в адрес Генеральной прокуратуры частное определение, в котором указал на доказанные, по мнению судей, факты фальсификации грубейших нарушения закона со стороны членов следственной бригады. О фактах фальсификации утверждали сотрудники Республиканского ФСБ, Ухтинской горпрокуратуры МВД Республики. По ряду причин формального характера удалось добиться отмены этого решения в Верховном суде. И спустя несколько месяцев на тех же материалах, тех же доказательствах, но и в ином составе судей, эти два парня приговорены к пожизненному лишению свободы. Мало этого, через год следствие к уголовной ответственности привлекает еще тех, кто якобы фальсифицировал, а еще спустя несколько лет, в 2012 году, уже в этом году, арестовывается адвокат Козлитин, который продолжал добывать доказательства, опровергающие приговор и выводы следствия. Другой пример. Полковник Гайдуков, член работников счетной палаты, поручили проверить финансовую деятельность предприятия «Энергомаш», оборонное предприятие, крупнейшее и важное. Гайдуков выявил серьезные нарушения, нанесшие колоссальный экономический ущерб государству. В отношении его оперативно возбуждает уголовное дело и уже его обвиняет во взятке якобы от руководителя предприятия в вымогательстве. Гайдуков арестован. Защита собрала неопровержимые доказательства абсурдности предъявленного обвинения. Однако следствие СК демонстративно отказывается даже рассматривать их за недавимостью. Письмо заместителя генерального прокурора. О том, что обвинение несостоятельно, абсолютно не принимается во внимание, реакция нулевая. Он отсидел следственным изолятором Гайдуков, потерял зрение, стал инвалидом. Уголовное преследование продолжается. Примеров таких можно множенить по разным регионам Российской Федерации, которые в том числе прошли через мои руки. В чем причины? Главное, политическая система, в которой уголовная юстиция все более выполняет роль обслуги исполнительной власти, правящей политической элитой. И чем дальше глубинка у России и в регионе, тем очевиднее это. Не избежали этой участи и авторы реформ современного уголовного и уголовного процессуального законодательства. Отсюда исключение обязанности установления истины по делу, девальвации принципа презумпции невиновности и состязательности на всех стадиях уголовного судопроизводства, очевидный приоритет стороны обвинения, коррупционные изъяны правовых норм, принятие судебного решения в особом порядке на основе досудебного соглашения о сотрудничестве. Ваш коллега Хинштейн говорил о том, что более 50% таких дел сегодня рассмотрены в стенах Следственного комитета. Мы понимаем, что это такое, если помним что-нибудь о тройках. Не случайно многие юристы практики, специалисты уголовного и профессионального права называют российский УПК инквизиторским. В то же время этот же УПК предоставил неограниченную возможность коллеге легально уводить преступников отдельных категорий от заслуженного наказания уголовного преследователя. Следователь, прокурор, судья, сотрудники оперативно-расследовательных служб, если у них ущербная совесть и профессиональная честь, освобожденные от необходимости всесторонней полной объективной исследовательства уголовного дела, и устанавливать по нему истину, получили неограниченные возможности безнаказанно творить правосудие в собственных корпоративных, политических или иных интересах. Примеров тому масса, включая вышепроведенные. Мой товарищ по фракции Соловьев, недавно выступая из трибуны, рассказывал об уголовных преследованиях коммунистов. Этот же произвол мы видим в деле депутата Коммунистской Государственной Думы Бессонова, Ростовчанина. А сегодня законность, в кавычках, правоохранителей, достаточно ярко показана обществу по уголовному преследованию молодого политика Удальцова. И о какой защите, о какой справедливости можно говорить, поскольку по закону право признавать или не признавать что-либо доказательствами, оценить их с точки допустимости и относимости до судебной стадии, принадлежит исключительно стороне обвинения. Достаточно в отношении любого человека, прошу внимания, сделать в ходе расследования нужную подборку доказательств и обвинительный приговор гарантирован, господа. Ведь наши независимые в кавычках суды, как правило, принимают во внимание исключительно аргументы обвинения, не особенно заботясь об их достоверности и обоснованности. Не поэтому ли так стремительно сокращено число статей УК, подлежащих рассмотрению суду присяжных? Ну а в стороне защиты и адвокатам фактически двина роль бесправного статиста, поскольку внятный механизм реализации гарантии их принципиальных прав отсутствует. Указанные проблемы усугубляются, дорогие друзья. Отсутствием сколько-нибудь эффективной системы контроля прокурорского надзора за законностью и обоснованностью деятельности органов предварительного расследования, разрушенной реформаторами при создании Следственного комитета пять лет назад. Это не только моя оценка. Достаточно прочитать ежегодные доклады генерального прокурора по проблемам законности в стране о действительном состоянии следствия и дознания. О том же, какой год парламенту России буквально криком кричит адвокатское сообщество. В итоге, надо признать, дорогие депутаты, уважаемые коллеги, в 21 веке ежовые рукавицы, идеи Вышинского с помощью парламента России усилиями правящей партии Единой России вновь вернулись из, казалось бы, небытия в практику уголовной юстиции, следственных органов страны. Дело осталось за малым, господа. Создать орден Тантон Макутов по образу и подобию изобретения гаитянского диктатора Дювалье, залившего кровью свою маленькую страну в 20 веке. И новая Российская Инквизиция будет готова разорвать на куски любого, кто хоть слово скажет против политического режима или подвергнет сомнению его народно-капиталистический рай. В этой связи вынужден обратить Ваше внимание на беспрецедентные в истории современной России явления. Следственный комитет при рассмотрении делок депутата Гудкова фактически признал, что вопреки Конституции его работники и по их поручению другие лица осуществляет надзор, контроль за деятельность депутата, в том числе оперативно-розыскного характера. И это при том, что депутат не совершал уголовно-наказуемых действий, Госдума не давала согласия на его уголовное преследование. Подобное было уже в нашей истории и кончилось расстрелом парламента в 1993 году по приказу свыше президента Ельцина. Я расцениваю действия сотрудников СК как антиконституционный, уголовно-наказуемый и по всей совокупности учиненных беззаконий работникам следствия и следственного комитета считаю необходимым требовать от президента Российской Федерации отставки председателя следственного комитета Вастрыкина. В заключении, фракция КПРФ считает необходимым безотлагательный пересмотр законодательства в сфере уголовного судопроизводства, реформирование всей судебной следственной системы для приведения ее в соответствие с Конституцией Российской Федерации и общепринятыми международными нормами, в том числе Декларация о правах человека. Перечень наших предложений я передам руководству Государственной Думы. Они же, полагаю, войдут в стенограмму, поскольку время заканчивается, и я не успею их озвучить. Думаю, что было бы целесообразно все-таки вернуться к практике Госдумы, создать комиссию по проверке резонансных уголовных дел, по обоснованности уголовного преследования тех людей, в отношении которых совершенно точно имеются данные о фальсификации этих уголовных дел, о заказе на уголовные преследования известных граждан Российской Федерации, в том числе и депутатов Государственной Думы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...